Когда Элли опомнилась, она увидела невдалеке новый домик, поставленный ее отцом вместо фургона, унесенного ураганом. Мать в изумлении смотрела на нее с крыльца, а со скотного двора бежал радостный отец, отчаянно размахивая руками. Элли бросилась к ним и заметила, что она в одних чулках. Волшебные башмачки потерялись во время последнего, третьего шага девочки. Но Элли не пожалела о них, ведь в Канзасе нет чудес. Она очутилась на руках у матери, и та осыпала поцелуями и обливала слезами личико Элли. «Уж не с неба ли ты вернулась к нам, моя крошка?» «О, я была в волшебной стране Гудвина», — просто ответила девочка, — «но я все время думала о вас». «И ездил ли ты, папочка, на ярмарку?» «Ну что ты, Элли», — ответил тот со смехом и слезами. «Да ярмарки ли нам тут было, когда мы считали тебя погибшей и страшно горевали о тебе?» Несколько дней прошло. Без прерывных рассказов Элли об удивительной стране Гудвина и ее верных друзьях, мудром Страшиле, добром Дровосеке, смелом Льве. Дотошка присутствовала при этих рассказах. Он не мог подтвердить их словами, так как, вернувшись в Канзас, потерял дар речи, но его хвостик красноречиво говорил вместо языка. Излишне говорить, что бой с соседским Гектором произошел в первый же вечер после возвращения Тотошки из волшебной страны. Битва окончилась в ничью, и противники почувствовали такое сильное уважение друг к другу, что стали неразлучными друзьями и с тех пор делали набеги на окрестных собак только вместе. Фермер Джон поехал в соседний городок на ярмарку и повел девочку в цирк. Там Элли неожиданно встретила Джеймса Гудвина, и взаимной райтости не было конца.